МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья и коллеги утверждают, что живопись Юрия Коваля – это естественное продолжение его литературного творчества. В рассказах писателя можно найти строки, которые мог написать только художник. Изобразительным искусством Коваль начал заниматься еще в юности. Посещал мастерские скульпторов-монументалистов Московской художественной академии. И даже институт закончил с двумя дипломами – учителя русского языка, литературы и истории и учителя рисования. Юра, в отличие от меня, это был человек, в общем-то, разных талантов. Я бы сказал, много талантов было. Он и по дереву резал, и керамикой занимался, и эмалью занимался. Он не абстракционист. Но я бы не сказал, что он и реалист. Потому что я бы его назвал, отнес бы к категории такого экзистенциального искусства, когда он рисует природу и человека как живых существ, а не просто как образы какие-то, помещенные на бумагу или на картины. Почти все живописные графические работы здесь посвящены Москве и москвичам. Столичные бульвары, уютные переулки, величественные памятники архитектуры. И даже выставка названа строчкой из его песни про Яузу с Преображенского моста. У отца к ней, конечно, такое отношение было очень нежное. Потому что он все после института, начиная с 60-х годов и до самой смерти в 95-м году, у него были творческие мастерские в районе Яуза. И, конечно, он все время ходил по тем местам, собственно, их и рисовал. Среди экспонатов представлены материалы из семейного архива. Его дочь Юлия рассказала, как в детстве получила от отца письмо на целых 15 страницах с увлекательным рассказом о собаке и колбасе, который сопровождался смешными рисунками. Коваль сам часто делал макеты своих книг и подробные иллюстрации к ним. Среди почитателей его таланта известны художники, музыканты, писатели и режиссеры. Юрий Нарштейн вспоминает, что сначала познакомился с Ковалем заочно по его книгам. И только потом они встретились на студии «Союзмультфильм». Его книги – это было то, что называется семейным чтением. Знаете, вот у нас с Франческой моей было двое детей. В это время они еще были 5-7 лет. И мы им читали вслух Коваля. И это чтение, оно было абсолютным. Немало интересных работ Коваль привозил из поездок по России. Но даже дочь писателя не знает, где отец хранил многие свои эскизы. Она мечтает найти все и собрать их в один большой альбом. Юлия Годовникова, Алексей Вилькин, Новости культуры.